Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Страна ФМ и Спортэкспресс Страна ФМ и Спортэкспресс Страна ФМ и Спортэкспресс Страна ФМ и Спортэкспресс место вслед за Загитой. У нас потрясающее на самом деле поколение девочек в одиночном катании. Кого не возьми, мне кажется, мы могли бы топ-10 мест в мире занимать, если бы имели право просто выставлять столько спортсменок. Удивительно работают тренеры, родители, конечно же, которые приводят своих детей в этот вид спорта. Я, ну, конечно, там надо постучать по дереву, но думаю, что на много ближайших лет нам доминирование в этом виде спорта обеспечено. Ну, слушай, у нас, слава Богу, есть вот, что называется, да, наши виды спорта, где мы традиционно, да, это, конечно, гимнастика художественная, это фигурное катание, это хоккей, и это, напомни мне, пожалуйста, девочки в воде, ко мне вылетел из головы. Синхронное плавание. Конечно, да, синхронное плавание. Где мы, безусловно, лидеры всегда. Тут, мне кажется, в фигурном катании все несколько сложнее, потому что, ну, объективно, художественная гимнастика или синхронное плавание в мире занимается не так много людей, и не в таком большом количестве стран оно развито. А вот катание на коньках, тем более одиночное, где, в принципе, все равно каток есть практически везде. Ну да. И катайся, тренируйся. Поэтому конкуренция огромная, и даже при том, что мы говорим о нашем доминировании, есть очень сильные японки, американки, француженки, есть очень много стран, где этот вид спорта развивается и на высоком уровне. Поэтому говорить о том, что мы будем сейчас все подряд выигрывать и второе место считать поражением, как там в художественной гимнастике, например, происходит, нельзя. Все равно, конечно же, прям вот полностью все выиграть будет очень сложно, но то, что мы даже при таком огромном уровне конкуренции умудряемся доминировать. И не какой-то один человек там, уникальный талант, а прям вот целая россыпь звезд, это очень круто. А я вот хотел спросить, японские почему-то хотел сказать музыканты. Японские спортсмены, их тренируют не наши тренеры, случайно? Нет, нет, нет. Потому что есть же такая практика, да? Есть такая практика, много наших тренеров работают, но в основном они работают на как сказать, американском континенте, в США, в Канаде в основном. Нет, у японцев своя школа, они очень отличаются, если даже посмотреть на взгляд абсолютного новичка. Очень отличаются по стилю, катанию, по технике, но это вот такая самобытная школа, и они идут своим путем и зачастую тоже побеждают, даже наших побеждают. Наташа, я предлагаю прерваться ненадолго. Друзья, 3-4 минуточки, и программа «Стране о спорте» продолжится. Страна, ФМ и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте» Лайф. У нас в гостях обозреватель издательского дома «Спортэкспресс» Наталья Марианчик. Наташа, доброе утро еще раз. Ну, если у вас, друзья, есть по ходу нашей беседы какие-то вопросы, можете их задавать прямо сейчас. Плюс 7909-928-189-9, это WhatsApp и Viber. Ну, и традиционно в группе ВКонтакте есть специальный пост, он там вверху, в комментах тоже можете оставлять, собственно, и комментарий, и вопрос. Теперь у нас есть с тобой выбор. Мы можем поговорить о футболе, поскольку важная тема, тем более, что сегодня мы играем со шведами в Лиге нации. Можем поговорить о той интересной истории, про которую ты мне начала рассказывать за эфиром, про прыжки с трамплином. Да, там тоже какая-то удивительная штука произошла. Да, слушай, но я думаю, все, конечно, хотят футбола, вот, поэтому, может быть, оставим на закуску тогда удивительную историю из прыжков на лыжах с трамплина, вот, потому что, я думаю, наши слушатели все, конечно, хотят знать о футболе. Ну, я хочу сразу сказать, что главная новость, мы ждали, да, появится Дзюба или нет, и он вчера буквально публиковал в своих соцсетях, что я здесь, у меня все хорошо, я здоров и готов к бою. Он готов, действительно, он тоже видел публикации, проходит там специальные восстановительные процедуры в своих соцсетях об этом рапорту, это он готов, он точно выйдет на поле, и это, конечно же, очень круто для нашей команды, которая и так обескровлена многочисленными потерями, если бы еще и Дзюба не смог играть, это действительно было бы прям очень тяжело. Ну, у нас нет из прежнего, Джиркова нет, да, Самедова нет, еще как, ну и Акинфеева, конечно. Акинфеева, Игнашевича, ну, понятно, эти люди просто завершили карьеру, но у нас есть еще травмированные, там, Кудряшов тот же, да, Кутепов, который не в лучшей форме находится. В общем, у нас список потерь по сравнению с чемпионатом мира, который был, в общем-то, совсем недавно, просто огромный, там, на полкоманды, наверное, тянет людей, которые либо завершили карьеру, либо травмировались, либо просто сейчас объективно находятся не в лучшей форме и не готовы играть за сборную. Поэтому очень важно, что есть Дзюба, который не только на поле нужен, но и нужен как такой неформальный лидер в раздевалке, который, ну, фактически, как роль второго тренера, на мой взгляд, выполняет такого ментального... Ну, слушай, если говорить о поле конкретно, поскольку он находится внутри там, ну, наверное, даже и первого тренера. Ну, при всем уважении к Черчесову, конечно. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Да, ну, на поле Дзюба все-таки каждый играет по своей позиции, он не всегда, наверное, может судить там о том, что там происходит в обороне, например, и какие коррективы нужно ввести, но именно как вот такой ментальный наставник, он, конечно, тренер номер один, человек, который может одним словом, несколькими словами завести ребят в раздевалке, успокоить, наоборот, кого надо подбодрить. Он заряжает такой правильной атмосферой, и мне кажется, во многом именно благодаря его вот этим эмоциям мы выступаем. Ты про Дзюбу говоришь сейчас. Ну, мы же помним на чемпионате мира, да, Летон, который у нас проходил, вот эти вот, где они обнимались все, там, да, как он их настраивал, зажигал. Это был один момент, который просто попал в кадр, и потом получил там миллионы, миллиардов просмотров, да, наверное, в соцсетях, но на самом деле же таких моментов было много, и в раздевалке, и в гостинице, и на каких-то тренировках, просто они не попадают, а на самом деле, я уверена, это не первое, не последнее такое вот послание Дзюба команде, которое было услышано. Слушай, ну и все-таки, если говорить о Дзюбе, ведь его путь, он был таким не самым простым, да, у него же были сложные отношения с Черчесовым до чемпионата мира, да, там, конечно, все было совсем прям непросто. Это как, пришло его время просто получается, или как? Вот само по себе все сложилось, как мозаика? Ну, мне кажется, как в жизни, это какое-то стечение обстоятельств, да, у них все было непросто, и мои коллеги, кто пишет о футболе, о Спортэкспрессе, не раз проводили параллели, что совсем недавно, там, год примерно назад, они были вместе с Кокориным, и посылали вот этот вот месседж, да, у Сы и Черчесову, и тогда казалось, что они абсолютно в одной лодке, что у них все одинаково, что для обоих дорога в сборную закрыта, им остается только чего-то добиваться в клубной карьере, за обоими была репутация таких, ну, не самых, так сказать, приверженных, да, режиму и дисциплине футболистов. Ну, вот как все по-разному сложилось, да, где сейчас Кокорин и где сейчас Дзюба. Это не потому, что, ну, во многом и потому, что, конечно, они по-разному относительству, ему делу, там, кто-то правильно расставил приоритеты и так далее, но во многом это просто истечение обстоятельств. Вовремя сказанное слово, вовремя полученный вызов сборной, а потом уже Артем просто вцепился в свой шанс и реализовал его, наверное, на 200%. Ну, опять же, слушай, ну, получается, все равно, большая, огромная заслуга даже, конечно, Черчесова, да, что он вот забыл какие-то прежние, да, там, вещи, которые между ними происходили и рассмотрел в нем того человека, кем он вот являлся, как мы уже теперь знаем, да, кем он стал на самом деле. Поэтому вот так. Прервемся ненадолго, друзья, опять. Программа у нас в «Стране о спорте» продолжится буквально через несколько минут. Будьте здесь. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют «Стране о спорте» лайв. Мы большая программа, которая выходит, как всегда, у нас в 10 часов утра по вторникам, называется она «Стране о спорте». У нас сегодня Наталья Марионечка из издательского дома «Спортэкспресс». Наташа, доброе утро еще раз. Ну, мы начали о футболе говорить. Давай продолжим, наверное, эту тему, поскольку сегодня важный матч для нас. Мы играем со Швецией как раз там у них, на их родине, да, им будут стены помогать. Что будет нам помогать? Дзюба, опять же, наверное, и Черчесов и все остальные. Я думаю, вера страны в команду будет помогать. И это тоже, безусловно, да. В какой-то веке мы ждем от футбольной сборной не повода посмеяться и поерничать. А действительно, верю, мы ждем, что все будет хорошо. И самое интересное и самое важное, что все эти ожидания обоснованы вполне. Да, как ни странно. И в сегодняшнем матче нас устроит даже ничья. Черчесов сказал об этом на пресс-конференции, что, в принципе, ничья в свете турнирных перспектив. А напомню, что мы говорим о Лиге нации. Это такой вновь созданный турнир. Но очень важно и в том плане, что победитель этого турнира получит право без отбора играть на чемпионате Европы 2020 года. Но это же какая-то вот эта вот сложная ситуация. И не все понимают, я тоже со многими говорил. Во-первых, не все понимают, откуда взялась Лига нации, которой никогда не было. Да что это за турнир? Ну, Международная Федерация, Европейская Федерация Футбола и ЕФА создала этот турнир. И для того, чтобы командам было интересно в нем играть и какой-то спортивный интерес присутствовал, дала вот такую возможность без отбора попасть на чемпионат Европы. Что не отменяет отборочного турнира, к которому мы все привыкли. Он состоится и все будет так, как обычно. Но кто-то, вот один счастливчик, получит возможность без каких-то препон, да, гарантировать себе это место. Нам до этого пока еще очень далеко. Мы играем в дивизионе «Б» и вот в цвете турнирных перспектив нам сегодня будет достаточно ничей, чтобы подняться в дивизион «А» к командам, которые в Федерации Европейской были отнесены в категорию самых сильных, опять же. Но Черчесов сказал вам, что на 0-0 мы не играем никогда. Да, на 0-0 мы не играем. И на самом деле, как показывает практика, очень плохо, когда мы пытаемся играть на 0-0. Ни к чему хорошему это обычно не приводит. Ну и вообще на ничью. Это, наверное, такой один из азов спортивной психологии, что нужно стремиться к максимуму. А когда ты себе занижаешь планку и говоришь, что ну нормально сегодня, ничьей хватит, то обычно и ничьей добиться очень сложно. Поэтому я уверена, что наша команда об этом прекрасно знает. И играть все равно будет на победу. Но держа в уме тот факт, что если вдруг ничья, нас это тоже устроит. Слушай, ну а вот сборная Швеции, она из себя представляет что? Это вот для нас какой соперник? Удобный, неудобный, грозный или как? Ну сборная Швеции дома довольно неприятный соперник, потому что мы все знаем, что у них, ну в принципе, футбол один из традиционных видов спорта. У них и звезды были, да? И есть, в принципе. Они тоже переживают не самые лучшие времена в свете травм, тоже там их защитник лучше травмирован. Ну потому что, извините, я перебью, потому что Швеция хоккей, вот здесь все понятно, а Швеция футбол, ну вот как бы не, 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 мне кажется, не все знают. Ну это крепкая европейская команда, скажем так. Конечно, это не Гранд, не Бразилия, не Германия, не Франция и так далее, но это крепкая европейская команда, которая дома, еще в свете того, что у нас пол состава отсутствует по разным причинам, вполне способна добиваться нужного им результата. То есть, я думаю, никакой недооценки соперника тут точно быть не должно, нашим будет непросто. Ну, в прошлый раз вот как раз было непросто, мы же с Германией играли, да? 3-0, 0-3 мы проиграли, к большому сожалению, тоже говорили о том, что были мнения, что Германия сейчас не та, у нее тоже такое, не совсем понятное положение, в смысле внутри там и в команде, что у них происходит, но тем не менее, вот 3-0. Это нормально, всегда во всех видах спорта, особенно в игровых, после того, как проходит главный старт четырехлетия, чемпионат мира был совсем недавно закончился, в большинстве команд происходит какое-то обновление, кто-то заканчивает карьеру, кто-то не в форме, но это нормально, прошел главный старт, люди выдохнули и взяли время позаниматься какими-то своими делами, поэтому в обновлении самому по себе ничего страшного нету, но там у нас писали, что Германия 2 против нас играла, нет, это просто лучшие немецкие игроки на данный момент, из тех, кто способен выходить на поле, это лучшие люди, кто лучше всего это делает. У нас то же самое, можно называть нашу команду России 2, 3, 4, как угодно, но другой нет, и это опять же норма, это процесс смены поколений, который просто надо пережить, и я думаю, через год-другой уже мы выучим, болельщики выучат новые фамилии и будут им аплодировать. Ну, это естественный процесс, от которого никуда не деться в любом случае, хотим мы этого делать. Слушай, ну если подводить итоги, вот чуть-чуть о статистике, да, по поводу лиги наций, значит, нас устраивает либо ничья, ну, победа естественная, это понятно, да? Если мы, не дай бог, проиграем сегодня, то мы не выходим вот в эту группу А, да, и что дальше происходит? Ну, ничего не происходит, насколько я понимаю, мы не выходим в группу А и теряем шансы побороться за вот эту вот путевку на чемпионат Европы. Счастливчик, да, команда Счастливчик, которая может выйти в Евро, это только одна команда может выйти, да? Да, насколько я понимаю, да. И в отборе она потом тоже принимает участие, да, или уже нет? Ну, не знаю. Пока еще непонятно, да, ситуация? Я думаю, это может быть вопрос выбора какой-то команды, не знаю, честно говоря, но я думаю, тут уже по факту будут смотреть. Ну, естественно, мы будем надеяться на то, что это будет сборная России. Конечно. Ну, хотелось бы на это надеяться. Мы уже один раз без отбора попали на чемпионат мира, потому что он был домашним. Да, ну, там автоматически все это произошло. Продолжить, да. Друзья, мы вновь ненадолго прервемся. Через несколько минут программа «Стране о спорте» продолжится. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют «Стране о спорте. Лайф». «Стране о спорте. Лайф» прямо сейчас продолжается. Наталья Марьянчик из издательского дома «Спортэкспресс» у нас в гостях. Мы начали говорить о футболе. Я предлагаю все-таки переместиться немножечко сюда ближе к зиме, уже к зимним видам спорта. Да, что у нас? Биатлон, да, еще совсем скоро. Совсем скоро биатлон, уже в эти выходные лыжи. Уже стартовали прыжки с трамплина, вот как ты уже говорила, причем стартовали с победы российского лыжника. Это прыгуна с трамплина на лыжах. Это вот та история, о которой ты хотела рассказать как раз. Да, это потрясающая на самом деле история. Первый раз в отечественной истории наш спортсмен выиграл первый же этап Кубка мира, причем. Причем выиграл очень уверенно, он выиграл и квалификацию, и основные соревнования. Я думаю, это сенсация мирового масштаба, но, к сожалению, у нас прыжки с трамплина на лыжах не так популярны. И очень зря, я вот как человек, который видел это вживую, могу сказать, что это просто супер впечатляюще. И не зря, например, в той же Германии, а немцы понимают и знают толк в спорте, прыжки с трамплина собирают просто толпы зрителей, больше, чем у нас фигурное катание. Наверное, приходят просто посмотреть на то, как в этих красивых трамплинах люди фактически летают. И действительно, полет больше, чем на сотню метров, это действительно можно сравнить с птицей. Я с тобой соглашусь, как-то вот немножечко у нас все время за кадром остается этот вид спорта, он действительно впечатляющий, очень яркий. И я недавно, знаешь, смотрел прыжки как раз с трамплина, и камера была установлена где-то вот, может быть, на лыжах, да, я не знаю где, по-моему. Да, да, ты можешь посмотреть, что видит спортсмен, пролетая. Это совершенно, ты понимаешь, что ты этого не сделаешь вообще никогда. Это потрясающая, удивительная скорость, и высота вот эта безумная. И они когда приземляются, действительно впечатляют очень сильно. Конечно, это действительно впечатляет, это очень динамично, потому что это быстро, прыжок, все понятно, дальность прыжка тут же измеряется, то есть абсолютно очевидно, даже для тех, кто никогда не смотрел. Зрелищно, красиво, динамично, есть также командные соревнования, как эстафет. Ну, в общем, супер вид спорта. И супер, что у нас появился такой спортсмен, Женя Климов. У него удивительная история. Вообще-то он занимался лыжным двоеборьем. Это прыжки с трамплина те же самые, и плюс лыжная гонка. Есть такой вид спорта, когда ты сначала прыгаешь, а потом через какое-то время должен пробежать еще там 10 километров на лыжах. Победитель определяется по сумме двух выступлений. Так вот, Женя много лет мучился с этим самым двоеборьем. Он стабильно был первым, вторым, третьим после прыжков. Потом наступал черед лыжной гонки, и он откатывался до последних мест. Слушай, а это все сразу как-то происходит? Ну, в тот же день. Ну, например, утром прыжки, вечером гонка. Ну, вот я имел в виду, да. Да, 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 сразу, да. Был мучительно больно этим наблюдать, как он и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира. Например, сначала мы радуемся, что неужели наш двоеборец лидирует там после прыжков, потом наступает черед лыж, и вот, ну, не получается. Бывает такое, что, ну, не дано человеку в циклических видах спорта как-то себя проявлять, и как не старались, нанимали ему лучших тренеров, пытались как-то решить вопросы с инвентарем. Ну, вот из сезона к сезону была одна и та же история, и в какой-то момент Климову сказали, что, знаешь, ну, заканчивай ты с этим двоеборьем, получает у тебя прыжки, ну, вот и занимайся прыжками. Он, что характерно, сначала не хотел, потому что, ну, страшно, новый вид спорта, другие соперники. Одно дело двоеборцы, другое дело профессиональные прыгуны, которые этим там всю жизнь, детство занимаются. В общем, страшновато ему было, и не сразу у него стало так супер получаться. Прошло, наверное, пара сезонов, уже даже больше прошло, вот, пока Климов осваивался в прыжках, осваивался в этой компании сильнейших, ну, и вот освоился, взял и выиграл. Это удивительно на самом деле, потому что, ну, как правило, лыжные двоеборья – это такая отдельная каста, и все, кто занимался многоборьем, понимают, что проявить себя в каком-то одном виде, если ты с детства все-таки распыляешься на два, это очень сложно, и Климов совершил настоящий подвиг. Ну, то есть вот таких достижений у нас за всю историю нашего спорта в этом виде никогда еще не было, да? Нет, 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 да, конечно, мы всегда считаем, у нас был и есть до сих пор Дмитрий Васильев, наверное, многим что-то скажет эта фамилия, это человек, которому уже, ну, наверное, где-то к 40 годам, он продолжает выступать, отбирается в команду, тренируется. В лучшие свои годы он выигрывал медали на разнообразных турнах четырех трамплинов, это самый престижный такой турнир, да, на чемпионатах мира на что-то претендовал, но это были прям вот пик, но так, чтобы выиграть, не получалось даже у Васильева. Давай биатлонить чуть-чуть, скоро же он начнется, да, и что у нас там, в каком состоянии наша сборная находится вообще? Да, про биатлон, тоже в эти выходные немножко их так затмило, конечно, фигурное катание и все остальное. Прошли отборы сборная, мы знаем состав уже, который выступит на первом этапе Кубка мира, первый этап в этом году состоится в Поклюке, в Словении, ребята сейчас уже к нему готовятся. Что хочется сказать про отборы, это было очень круто, потому что впервые у нас отбор был абсолютно прозрачным, мы все привыкли, особенно в таких видах спорта, где у нас несколько человек выступает в команде, да, и большая конкуренция, говорить о каких-то тренерских интригах, этого взяли, того не взяли, а вот тут регион настоял, тут у него с тренером хорошее отношение, тут еще что-то. У нас пришел новый президент федерации Владимир Драчев, олимпийский чемпион, который сказал, что у меня отбор будет прозрачный. Вот буквально выставил всех спортсменов, там, 25 человек у мужчин и у женщин, две гонки, кто по итогам двух гонок лучше, тот и едет, без всяких скидок на титулы, на заслуги, на болезни, травмы, перспективность и так далее. Круто, что Драчев выдержал этот принцип, действительно, команда очень неожиданная, некоторые наши чемпионы мира, действующие чемпионы мира, там Антон Бабиков, Максим Цветков, например, в команду не отобрались, и Драчев их не взял, несмотря на то, что люди, казалось бы, с титулом действующего чемпиона мира. Но это может быть по возрасту уже или нет? Нет, нет, это вполне молодые парни. Ну, просто вот оказались люди лучше их готовые на данный момент, и Драчев сказал, что мы будем придерживаться принципов до последнего. Поэтому команда у нас очень неожиданная, особенно женская. Я думаю, фамилии женской в команде, ну, кроме, может быть, там, Екатерины Юрловой-Перс, что-то скажут вот только внимательным болельщикам биатлона, там, полкоманды вообще дебютанток этапов кубки мира. Ну, то есть абсолютно новые там, да, спортсменки? Да, то есть абсолютно новые девчонки, которые вот благодаря этому честному отбору приехали и обыграли тех, кто, казалось бы, должен был бы выступать в сборной на Кубке мира. Посмотрим. Конечно, будет сложно, и вряд ли сходу человек, попавший на Кубок мира, даже готовый физически, там, морально, будет что-то показывать. Как показывает опыт, всегда нужно сначала пообтесаться, привыкнуть к этой атмосфере, почувствовать себя. Ждать каких-то сенсаций с первых же этапов от дебютантов точно не стоит. Тем более у нас есть еще Антон Шипулин, который вот в этих отборах не участвовал. Он пока готовится и, скорее всего, только в январе присоединится уже к команде. Но, тем не менее, Наташа, прецеденты в истории бывали? Бывали, но... Когда совершенно незнакомые никому неизвестные спортсмены... Состеречь, да. Нет, одно дело никому неизвестное, но эти никому неизвестные спортсмены могли до этого уже выступать на Кубке мира, ну, например, просто не попадать в топ-20. Это тоже опыт. Такого, что человек приехал с Кубка России или какой-то другой страны на Кубок мира и тут же зажег, ну, тоже, конечно, бывает, но вряд ли стоит на это прям рассчитывать. Ну, это, скорее всего, редкое исключение, да, чем правило. Конечно, поэтому... Но это будет интересно. У нас впереди целый олимпийский тикл, да, следующая Олимпиада 4 года. И, на мой взгляд, абсолютно правильно. Сейчас вот сделать ставку на эту команду или на какую-то другую, когда у нас будет следующий отбор, отберется кто-то еще, и попробовать жить вот по справедливости, что называется. До этого мы жили по понятиям, и, например, титул чемпиона мира все тебе гарантировал, независимо от того, в какой форме ты находишься. А сейчас мы попытаемся жить по справедливости. Ну, вот справедливость – это то, чего всегда хочется всем, мне кажется, без исключения. Друзья, еще у нас очередной небольшой перерыв, и мы через несколько минут продолжим программу «Стране о спорте». «Страна ФМ» и «Спорт-экспресс» представляют «Стране о спорте» live. «Стране о спорте» продолжается. Наталья Марьянчик из издательского дома «Спорт-экспресс» у нас в гостях. Мы начали с тобой говорить о зимних видах спорта, поговорили о биатлоне. Продолжим, наверное, лыжами, я думаю. Да, ну, логично, фигурное катание, биатлон мы уже затронули. Остается, так сказать, третий столб зимы, если оставить в стороне хоккей, конечно, но это игровое, это немножко другое. Лыжи, тем более уже в эти выходные в Финляндии стартует розыгрыш Кубка мира. Это тоже очень круто, потому что все помнят триумф наших лыжников на Олимпиаде в Хинчхане. И тогда я лично видела много людей, у которых прямо вот глаза открылись. Они говорят, надо же, лыжники-то, оказывается, мы от них ничего не ждали, все вот тут ради биатлона приехали. А лыжники, оказывается, какие крутые, как это вообще интересно смотреть. И я всех призываю, на самом деле, лыжи при грамотном показе ничуть не хуже, а в чем-то даже и круче биатлоны. Это также динамично, интересно, остро, особенно если речь идет про спринт. А современные лыжные гонки, конечно, тоже движутся в эту сторону, все больше становится спринтов, гонок с приодеванием, смешанных обычных эстафет, спринтерских эстафет и так далее. То есть таких необычных форматов. И если вы думаете, что лыжи – это вот когда все бегут 50 километров, и смотреть это надо 3 часа, это совсем не так. Таких гонок практически нет, их очень мало, походу, сезона. Так вот, в Финляндии стартует сезон, там будут наши герои Олимпиады – Александр Большунов, Юля Белорукова, Денис Спецов. То есть ребята готовились, ребята готовы доказывать, что их успех в Пхенчхане, их медали – это не случайность, а вполне закономерность. И что они готовы в следующем олимпийском цикле сжигать, бороться с норвежцами, которые мировые лидеры в лыжах и другими сильными спортсменами, и уже к следующей Олимпиаде подходить как фавориты, а не темные лошадки, как было сейчас. У нас не будет Сергея Устюгова в команде. Так уж получилось, что вот в биатлоне мы без Шипулина, а в лыжах без Устюгова. Но без двух ключевых фигур, в общем-то. Да, без двух ключевых фигур. По разным причинам Сергей готовился к сезону, очень хотел выступать, рвался в бой. Но так получилось, что на одной из летних тренировок на лыжероллерах упал и сломал палец на руке. Это очень неприятная травма. С одной стороны, казалось бы, всего лишь палец, это не должно уж так сильно мешать. Но с другой, нужно же держать палку, толкаться. Он до последнего искал какие-то варианты, искал даже специальные ручки для палок, которые позволили бы ему, несмотря на гипс, все равно как тренироваться. Он приехал на сбор, катался по большей части без палок, делал то, что он мог, бегал и так далее. Сейчас вот ему буквально на днях должны в Москве провести повторную операцию, вытащить из пальца спицы. Потом он продолжил готовиться, но на первый этап Кубка мира, конечно, он уже никак объективно не успевает. И, наверное, форсировать не стоит, лучше нормально подготовиться, разработать этот палец, нормально пройти реабилитацию, чтобы потом никаких проблем не возникало. Поэтому у Стюгова, я думаю, мы увидим в конце декабря или уже даже в начале января на турдески. А пока вот наша молодая команда будет бороться своими силами. Ну, в любом случае, у него там, конечно, это неприятно, да, но это не та травма, после которой ты не знаешь, восстановишься или нет. Нет, конечно, конечно, это чисто такая, да, прогноз, ну, перелом пальца, это чисто такая, на самом деле, распространенная проблема, потому что лыжероллеры, асфальт, понятно, что любое падение может закончиться вот такими вопросами. Наташа, знаешь, о чем хотел спросить? Вот прежде всего это, конечно, касалось зимних видов спорта. Вот та давняя уже, мне кажется, бесконечная история допинговая, она сейчас успокоилась уже? Ну, потому что как-то и в новостных лентах потихонечку, хотя недавно была информация, что там опять не все понятно. Вот что сейчас происходит? Там не все в порядке, на самом деле. Там неделя так, неделя по-другому. Тема, наверное, для отдельной аналитической передачи такой не очень веселой на данный момент. Что хорошо, ну, на выступлении, ребят, прямо сейчас, вот на ближайших соревнованиях в этом году, по крайней мере, это никак не скажется. Мы точно будем выступать, как выступали, под своим флагом, в полном составе и так далее. Вот секунду перебью тебя на этом месте, потому что здесь интересная штука, а задним числом потом не получится, что вот надо проверить, извиняюсь, те пробирки, которые были полгода назад, и там потом что-нибудь найдут опять? Нет, проверить пробирки задним числом не только можно, но и нужно. Их проверяют у всех, не только у наших. Это да. Срок хранения 10 лет, и в течение этих 10 лет в любой момент, собственно, можно что-то перепроверить. Ответ на это только один. Не надо ничего употреблять, тогда у вас не спустя полгода, не спустя 10 лет ничего не найдут. Тут речь идет о другом, что мы заключили со Всемирным антидопинговым агентством соглашение о том, что мы обязуемся до конца этого года выдать значительную часть данных из московской лаборатории. Ну, так постараюсь простым языком объяснить. Лаборатория опечатана, данные там находятся под следствием, следственный комитет ее опечатал. Но чтобы нас не выгнали вообще из мирового спорта навсегда и надолго, следственный комитет обещает часть своих данных выдать в АДА. На основании этих данных могут очень многих дисквалифицировать, но, скорее всего, речь пойдет о звездах какого-то прошлого, потому что это 2015 год и ранее. Так вот, времени у нас до конца года. Первая встреча состоится только 28 ноября. Это встреча, это не выдача. Они только будут обсуждать механизм, регламент и так далее. Учитывая рождественские праздники в Европе, остается буквально три недели. Как за эти три недели можно осуществить вот эту сложнейшую передачу, регламентированную многочисленными документами, я плохо себе представляю. Наташа, у нас буквально 10 секунд остается. Слушай, все, спасибо тебе большое. Наталья и Марьянчик была у нас в гостях из издательского дома «Спортэкспресс». Спасибо огромное, приходи к нам. Спасибо. Доброе утро. Страна «ФМ» и «Спортэкспресс» представляют. Стране о спорте. Лайф. Страна «ФМ» и «Спортэкспресс» представляют.